здравствуйте дорогие подписчики и гости канала что еду показывать дом он есть на нашем канале вы его видели это дом который у нас в задонье взял его продавать взялся продавать его сам некоторые объекты берусь сам продавать это опыт это что называется постоянно быть в теме поэтому я практик да я риэлтор директор не вне просто не просто директор да я еще и практикующий риэлтор смотрит смотрит дом по этой цене это для тех кто писал что дорого но смотрит еще не значит что купили да но тем не менее друзья я действительно считаю что он по интересной цене и что я его в ближайшее время прямо вот скоро скоро я думаю что я его продам есть у меня некоторая такая риэлторская чуйка вот но речь не о том минут 10 у нас есть с вами времени давайте поболтаем поговорим о том я собственно говоря уже несколько видео снимал на эту тему что ждет рынок недвижимости именно в плане цен свои мысли на этот счет я уже высказывал не знаю насколько я окажусь прав или не прав время покажет как говорится уже скоро скоро но могу рассказать что я точно знаю да а это то что на рынке недвижимости с ценами у нас сейчас это не мои мысли не мои доводы не мои фантазии да а это то что я вижу сейчас то что происходит с ценами сейчас ну во первых хочу сказать тем людям кто смотрит различные доступные рекламные источники типа авито и всяких домофондов да много раз говорил мусора очень и очень многое мне кажется вот с наступлением вот этих нововведений которые у нас в июне этого года ожидаются да кто не знает кто не в курсе будут вводиться поправки вернее они вступят в силу уже поправки к федеральному закону 2014 это закон о долевом строительстве не буду углубляться в подробности что это закон да о чем он что она что он нам несет ну что он нам несет уже и так понятно подорожание рост цен на недвижимость в первую очередь конечно же на новостройки а за новостройками у нас уже как обычно и вторичка подтягивается но то что сейчас происходит это конечно не есть хорошо в каком плане застройщики то у нас уже помню о том да что их ждет они сами еще не знают да насколько сильно насколько больно им ударит это по карману но они уже начинают сейчас уже готовиться собственно говоря с начала года они уже начали к этому готовиться и все друг за другом дружненько начали цены поднимать и и поднимают так знаете не не хило да не слабо кто-то на 500 за квадратный метр а кто-то и как дск 1 апреля пошутил да на полторы на две тысячи на некоторые строительные позиции поднял сразу да и и что мы видим сейчас вот в этих начал я про рекламные источники рассказывать что мы там сейчас видим а видим мы то что уже не только риэлторы непорядочные нехорошие риэлторы начали такое заниматься такой ерундой как как заманухи мы их называем да заманухи утки когда размещается фейковое объявление риэлтор это у нас этим делом давно уже греша да непорядочные нехорошие кто вот такими методами пытается поймать звонки от входящих клиентов от покупателей но и застройщики начали этим заниматься то есть размещается объявление утка да как мы их как мы их называем о продаже несуществующей квартиры вернее квартира может быть и существующая но цена несуществующая на эту квартиру не соответствует она на данный момент времени тому что заявлено в рекламе а именно допустим не буду называть сейчас кто какой застройщик да в принципе а почему нет да раз уж они такой фигней занимаются я думаю что страна должна знать своих героев допустим открываете вы рекламный источник типа авито хотите очень хотите новую однокомнатную квартиру денег у вас не очень много а квартиру хочется именно новую до в более-менее нормальном хорошем месте смарт квартал о боже миллион шестьсот однокомнатная квартира класс звоните по этому объявлению они говорят да да объявление размещено застройщиком да то есть они горит а квартира это есть только сдача у этой квартиры весна 2020 года через год болен сдача а чего этого объявлениях то не указываете просто возникает такая неприятная ситуация когда нам некоторые скажем так наши клиенты занимаемся мы сейчас подбором допустим однокомнатных квартир и вот один из клиентов нам говорит что вы знаете денег у них немного да там до миллиона восемьсот мы разыскиваем однокомнатную квартиру новую но хотелось бы новую потому что ну хочется посвежее по новее с другого города с другой страны даже люди переезжают да и очень хочется им новую однушку для себя приобрести и мы начинаем да с ними лазить смотреть вот кстати в грин парке куда я сейчас подъезжаю до где у меня находится вот этот домик коттедж который я буду сейчас показывать потенциальным покупателям и вот у нас получается такая ситуация что сами сами же и застройщики не договаривают не дописывают в объявлениях до что сдача то получается дома аж целый через целый год через год сдача дома но они вот этой ерундой занимаются искали мы с нашими клиентами квартиру как уже повторюсь сказал да до миллиона восемьсот хотелось бы что-нибудь такой посвежее более-менее нормальном месте вот частности green park который находится сейчас рядышком рядышком с тем местом где я продаю этот дом жилой массив задония так самое дешевое что мы нашли это миллион восемьсот сорок по-моему если не ошибаюсь миллион восемьсот сорок новая квартира однокомнатная есть еще на первом этаже да там подешевле сдача месяца не помню через два что ли а вот именно уже в сданном доме да и причем это не от застройщика вот эти вот миллион восемьсот сорок которые мы нашли да это уже цены не от застройщика это цены уже у нас вот скажем так люди перепродают да то есть люди какое-то время назад купили вложились да и перепродают как называемые инвесторы больше в данных домах ничего дешевле я не нашел не я сотрудницами занимались да не нашли мы ничего дешевле вот друзья и очень плохо что застройщики сейчас тоже у нас начали такой вот ерундой и заниматься да тоже начинают у нас лукавить не договаривать обманывать а я называю это обман но как иначе да то есть получается что люди вот которые обращаются к нам да за подбором квартир они про нам так и говорят да открытым текстом ну как так вот вы говорите что квартир нет таких новых да а вот мы открываем объявление смотрим а там пожалуйста вот в том же смарт квартале до миллион шестьсот без проблем и приходится да при при них при них прямо звонить да и как бы выясняется вот такие вот интересные вещи что действительно миллион шестьсот есть да но сдача блин сдача через целый год получается вот поэтому самое дешевое что есть у нас допустим сейчас по коментарном скам района даст из относительно вот именно если квартира с отделкой если квартира в более-менее нормальном месте до новая то это вот то на то на что мы можем вы можете рассчитывать это ориентируйтесь миллион восемьсот там 40 60 миллион почти под миллион девятьсот это green park это вот самое дешевое что можно вот за эти деньги найти здесь нормальной площади да я не говорю сейчас не про какие-то мне 20-метровые там до от компании развития еще про какие-то там 18-метровые квартиры все идет к тому что застройщики пытаются видите уже во-первых ерундой такой занимается вот этими заманухами да а во вторых они уже начинают тоже как бы экономить да то есть они не знают сколько они начнут в какой минус возможно они будут уходить с вступлением этих новых поправок федеральный закон поэтому они уже активно поднимают цены активно начинают заниматься вот этими заманухами что вот этих последних покупателей на себя перетянуть да то есть скажем так по максимуму продать насколько это возможно сейчас да по максимуму заработать получить прибыль вот именно сейчас до вступления вот этих поправок законную силу и все идет к тому что застройщики уже сейчас да они я разговаривал с сотрудников компании строительной компании выбор они в этом и все мы с подрядчиками уже не рассчитываемся квартирами как было раньше да они нам составляют серьезную конкуренцию нам это не интересно потому что рассчитываешься с подрядчиком квартиру он выставляет ее дешевле там тысяч на 100 на 150 чем мы застройщик да и как бы мы не можем свои квартиры продавать поэтому мы сейчас с подрядчиком рассчитываемся только собственно говоря деньгами деньгами поэтому то что сейчас если подряд на где-то мелькает в объявлениях до на тех же рекламных источниках это то что еще не распродано то что еще там давалось месяца два там три может быть четыре назад до подрядчиком в счет их в выполнении их работ перед застройщиком вот соответственно вот эти остатки не сейчас до распродают и и все и все подрядных квартир больше не будет будут квартир только от застройщика и застройщики сейчас да все идет к тому что они стараются уже экономить на скажем так они обязательно закладывали да у них есть такая статья расходов на скажем так на допустим на партнеров на рекламную поддержку да на рекламную компанию своих строящихся объектов и соответственно все идет к тому что люди уже но застройщики тоже уже стараются сейчас экономить и соответственно уже отказываются от услуг агентств то есть происходит и такое да есть и такое то есть сейчас они начинают уже платить меньше процент урезают то есть они планируют продавать уже сами и в будущем я думаю что они будут именно только 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 сами с агентством уже работать не будут все друзья подъехал мой клиент и так подозреваю все всем хорошего дня хорошего настроения если видео было для вас полезно пишите комментарии ставьте пальчик вверх пока пока